Здравствуйте, уважаемые наши участники. Выносим изведение за такой официальный отчет. Ну, знаете, что у нас университет Центральной Азии, проект Агахана Человековедения университета Центральной Азии, проводит ежемесячно серию лекций с прошлого года. Первая площадка – это Национальный университет, наш давний партнер проекта. И хотела сказать несколько слов о том, что наши общественные публичные лекции сегодня пользуются тоже очень большим успехом. Лекторы или наши лекции, они не только доступны для участников здесь сидящих. Я еще раз хочу подтвердить, что сегодня мы снимаем видео-аудиозапись нашей лекции для того, чтобы по просьбе наших подписанных участников, те, кто сегодня не могли присутствовать здесь, но они находили лекцию, будет такую. Мы попросим, чем бы, Влад, некому, прочитать лекцию на один час, мы планируем, и потом 30 минут или 20 минут у нас есть время для вопросов, может быть, комментарии, может быть, вы хотели задать вопрос лектору или обсудить здесь с коллегами о тех вызовах, о тех темах, идеях, которые будут озвучены. Я с удовольствием, с большим удовольствием хочу представить вам тера по вопросам науки, концертной деятельности и международным отношениям Кыргызской национальной консерватории имени Малдавасанова. Ну, имя Джамбы Джусубалибе, наверное, все знают, потому что, как сказал проректор, здесь Джамбы Хуатбековна известна, наверное, не только научной деятельностью, не только в АУЦА, и вот у нас Кай АУЦА, но это просто еще уважаемый мой человек, я думаю, что эти люди присутствуют сегодня. Джамбы получила блестящее образование за рубежом, это философский факультет МГУ. Можно, Джамбы Хуатбековна, я немножко буквально двух словах скажу вашу биографику. Я себе скажу, так что можно коротить. Я сама и два года еще в Париже, в Саргонске университет, в философский факультет Саргонского университета, магистратура национального института восточной диспортной цивилизации Париж и два года университет Жуси, тоже Франция. Наверное, не каждый кыргызстанец, у нас мало. Я думаю, у гипосвятейшего Далай-Лама, причем не однажды, а дважды, у Михаила Горбачева, у Пьера Карден, это все вы. И сегодня у нас очень интересная тема, другая журналистика в эпоху Кали-Юги. Я думаю, что те сегодня очень злободневные, на мой взгляд, очень востребованные темы, на которые решают, как в этом мире потоки, в этом потоке массовой информации выбирать. Для меня важно, мне кажется, как жить дальше, как с этим жить. Мы должны, наверное, каждый для себя, не только журналист, вообще человек думающий, вообще человек образованный, наверное, задумывается над этими вопросами, и эти вопросы будут сытить. Да, может быть, я смогу поставить, поставить, ответить, не верусь. Ну, огромное спасибо, уважаемая Ходича, позвольте поблагодарить, дорогие друзья, коллеги, журналисты, студенты. Я представляла, честно говоря, что будет аудитория в основном студенческая, ну и как-то некий такой элемент, может быть, дидактичности ввела в свою лекцию, поэтому заранее прошу извинить, но это будет некое, может быть, повторение. Вот, и для меня, хочу сказать, конечно, большая честь, что вот такой уважаемый институт, как университет Центральной Азии, совместно с не менее уважаемым университетом имени Арабаева, вот дали возможность, пригласили на такую лекцию, на очень важную тему, то есть мне было сказано как, по журналистике, да, вот я больше ассоциируюсь с журнализмом, и, честно говоря, я предложила эту тему, и потом мне стало немножко, с одной стороны, ну, не то, что страшно, потому что тема, она большая, она просто гигантская, она, я бы сказала, такая фундаментальная, да, и это не просто соотношение, так сказать, и состояние бытия журналистов в сегодняшнем сложном мире, но это, наверное, вот как вы сказали, вопрошение, которое каждый из нас, сегодняшний житель, гражданин общества сегодняшнего и страны, и мира, как бы задает себе. Вот, поэтому я это осознаю, это большая ответственность стоит передо мной, да, и поэтому я, как бы, методологически больше надеюсь, тоже в каком-то смысле на интерактивность, тем более у нас, оказывается, небольшая аудитория, ну, часто, как бы, количество не признак качества, да, а наоборот, очень высокого качества, я уверена. Ну, позвольте, несмотря на вот такие похвалы, наверное, спасибо, я все-таки два слова о себе скажу, чтобы немножко разъяснить, я не думаю все-таки, что все прям так меня знают, вот с точки зрения журналистской деятельности, тем более, наверное, у вас вопрос, при чем тут про ректор концертной деятельности, да, я не знаю, это стечение, возможно, обстоятельств, или как раз-таки тот интерес мой давнишний, такой извечный, неудовлетворенный в каком-то смысле, потому что много еще, что предстоит сделать в области культуры и к области культуры, который, в общем-то, привел меня вот к этой деятельности, настоящей в консерватории, у меня нет музыкального образования, но, как бы, и в своих интервью, и в своих интересах я всегда, конечно, обращалась к культуре в целом, к музыке, и непосредственно даже брала интервью вот с теми известными, выдающимися и менее выдающимися музыкантами, с которыми сейчас мне повезло работать. Вот, ну, что значит, вот, Джамбы, как представитель журналистской деятельности? Строго говоря, я не профессиональный журналист. Ну, сейчас вот понятие профессиональности размыто. Уже, может быть, можно сказать после стольких лет, что, наверное, профессиональный, да? Ну, то есть у меня не было вот этот тренинг, да? То есть у меня нет диплома журналиста, да? Но зато есть диплом, который, наверное, позволяет открывать двери в любую, так сказать, гуманитарную сферу. Я закончила философский факультет МГУ. Вот, тоже в очень непростое время, на сломе эпох в девяностом году. Вот, и всегда, как вы представляете, я не думаю, что надо объяснять, ну, разве только молодежи, да? Что было до девяностого и после. В плане, из-за того, что у нас была такая закрытость, вот мы не знали по ту сторону, что происходит, да? Ну, скажем, Европа, Запад и так далее. И интерес был невероятный. То есть если сейчас одним нажатием кнопки мы сразу, хотя и виртуально сначала попадаем в любую точку мира и так далее, то вот в то время это было невероятно. И это, наверное, в нас подогревало невероятный интерес, мотивированность, которую вот сейчас, к сожалению, несмотря на все средства, развитие средств и технологий, и коммуникаций, не так много у молодежи. Ну, это отдельный, может быть, вопрос. Конечно, Запад интересовал, интересовал и Восток, а это нечто присущее, наверное, особенно моей семье. Значит, интерес к Востоку тоже как бы вырос из глубин вот этих запретов идеологических, да? Какое-то время из-за того, что в силу идеологических рестрикций, были, так сказать, некоторые книги, ну, вы знаете хорошо, произведения, авторы были запрещены. И ходили такие вот ксерокопии в виде самесдата. И в том числе, я помню, в какое-то время появились книги великих индийских философов Кришнамурти, Радхакришнан, там, и так далее, и так далее. И вот они как-то попали в нашу семью. Родители у меня из сферы культуры, отец писатель, мама была режиссером и актрисой. В общем, люди глубоко укорененные, конечно, в культуре. И благодаря чему, в общем-то, мне, наверное, это все передавалось. Так вот, эти книги, которых я помню первое чтение, там, Кришнамурти, совершенно ничего понятно не было. Но и тем более это подогревало интерес, да? Потом я поступаю в МГУ. И после окончания, вот как раз, слом эпох, так сказать, возможность выехать на Запад, по-простому скажем. И у меня он как-то совпал, наверное, с детства вот изучала французский язык, да? Тоже, опять-таки, вот такое циклическое возвращение к консерватории, оно тоже непросто. Французский он с этим как-то связан, да? То есть, как это было? Ну, в любой культурной семье, это и сейчас у нас сохранилось в нашем обществе, как бы мама хочет своего ребенка отдать на некий, там, кружок. И больше всего, и чаще всего это, конечно, ассоциируется с музыкальным образованием, да? Мама очень хотела, чтобы я играла на фон, на портепиано, вот. И я начала заниматься. Но семья была очень скромна, да? Деятели культуры, в общем-то, и сейчас такая ситуация, да? Вот, очень скромно жили. Мы не смогли купить пианино в семье. Там полгода уже занималась, и уже стало невозможным. Ну, учителям сказали, вы знаете, невозможно вот так вот, надо дома заниматься и так далее. Вот, давайте подождем, пока вы купите и так далее. Ну, мама решила меня успокоить. Хотя, как я помню, я особо вот... Ну, мне очень нравилось, да? Ну, у меня не было какого-то надлома, скажем, после этого. Ну, а может быть, быстро это было заменено французским языком. Мама сказала, ну, не пианино, так давай французский язык. Вот, и что в конце концов вот так вот привело, то есть оно подогревало интерес при всей закрытости, да, системы в то время. И вот на сломе эпох, конечно, захотелось человеку попробовать поступить во Францию, в любую культуру, в страну, посмотреть, что это, да? И, кстати, вот к анекдоту в детстве отец всегда говорил, ну, наша Джамбик будет учиться в Сорбонне. И это признавалось за такую шутку, за такую, знаете... Запрограммировала. Да, а он запрограммировал, оказывается. Потому что ни в каких снах мы не могли себе представить, да? Ну, еще как-то в социалистическом лагере, а вот чтобы еще во Франции, франитализм, да, и вдруг это все получать. Ну, так вот, мой интерес к философии вот так же зародился в семье, и это была, скорее всего, восточная философия. В МГУ я пишу работы по... тоже с такой, знаете, сейчас я понимаю, это так амбициозно было, да? Ну, может быть, это и хорошо начинать с таких тем. Пишу работу по этической концепции Бхагавадгиты, да? Бхагавадгита, напоминаю, это часть Махабхараты, большого эпоса, такая его святая, сакральная часть, ну, фактически, если упрощенно очень говорить, некая Библия для индуизма, да? Вот, кстати, где мистическое ядро с библейским и с другими религиями, ну, совпадает. Вот, и далее во Франции продолжаю изучение там санскрита и восточной философии, ну, уже на мастерском уровне. Вот, к сожалению, у меня не получилось продолжить по этому пути, потом уже, позже, да? И тут-то как раз, я думаю, вот сейчас, если размышлять, это вот эта вот новая система, которая вошла в нашу жизнь, как бы повлияла, да? Уже на Западе встал вопрос, да, а как, а можно ли философией, так сказать, жить, да? Можно ли, ну, попросту, как, зарабатывать, скажем, да? Ну, бытие и быт, так сказать, все равно как-то лицом к лицу становится, ставит свои задачи. Вот, и мне показалось, наверное, надо продолжить обучение по стезе такой более прагматической. Я поступила в Инальто, это институт, национальный французский институт восточных цивилизаций и языков. Вот, оно, надо сказать, восточный у нас сразу Япония, Корея, Китай, Азия, да? Конечно, во Франции тоже, но самое интересное, вот там уже такое переосмысление началось, да? Там изучали русский язык, там изучали немецкий язык, да? То есть, а потом мне уже французы объяснили, ну, вы знаете, все, что восточнее Страсбурга, там, ну, или, скажем, восточных границ Франции, это, конечно, Восток. Да, уже Восток, и немцы в том числе, это так вот, к слову. И вот таким интересным образом получилось, что вот я шла к Востоку, может быть, через Запад, а теперь снова вот к Западу, через Восток. Все это было очень интересно. Поэтому я думаю, вам, может быть, более понятно, вот такое, я бы сказала, экзотическое название, ну, я экзотическое беру в кавычках, потому что для меня оно отнюдь не экзотическое, да? Название темы. Другая журналистика в эпоху Кали-Юги, да? Ну, Кали-Юга все знают, нет? Я напомню, это, значит, часть, так сказать, древней, поскольку к индуизму, да? Понимание, так сказать, временного, исторического, циклического процесса, в котором живет человечество. То есть, мир прожил, проживает через определенные циклы, да? Их несколько, их четыре, да? И сейчас мы, значит, сейчас мы проживаем вот эту самую Кали-Югу, и она не самая лучшая, да? Вот для примера я тут выписала. Это все описано, все, что об индуизме, описано в древних трактатах, работах, ну, работа — это, конечно, не то слово, да, в таких сакральных текстах, да, называемых веды, да? Ну, вот так вот обобщенно вам скажу. Вот, и, конечно, первые века, они, как бы, параллельно, соотносятся с золотыми веками человечества, да? Все любят друг друга, все чтят богов, соблюдают нравственные устои. Продолжается это время некие ценности чистоты, праведности, вот. И это время в таком промежутке цифровома длилось очень долго, да, якобы миллион семьсот двадцать восемь тысяч лет. Затем следует век, как бы, серебряный, да? Люди еще хороши, они, ну, прекрасный, как бы, характер, добры, близки друг к другу, близки к совершенству, вот. Так сказать, человеческие качества наделены, ну, вот так, как мы сегодня их понимаем. И время, которое отведено на эту эпоху, оно хотя и меньше, чем предыдущее, но тоже, как бы, гигантское, да? Это миллион двести девяносто шесть тысяч лет. Вообще, очень интересно в древнеиндуистской мировоззрении, в истории, вот эта точность невероятная. Очень многое, ну, это так, просто как комментарий скажу, пришло и развилось и в других цивилизациях именно из индуистской, и с невероятной точностью, да? Ну, вы сами знаете примеры, наверное, из математики, там, астрономии и так далее, и так далее. Вот. Третий этап, конечно, бронзовый. Здесь первоначально уже наметился упадок, так сказать, и в нравах. Замечаются первые противостояния между людьми, появляются болезни, всякие, может быть, катаклизмы, родного характера, общего и так далее. Вот. Это уже длится всего 860 тысяч лет, да? Вот. Но теперь, я не знаю, Кали-юга. Вот мы живем, считается, в эпоху Кали-юги. Может быть, вы мне дадите описание. И самое лучшее, да, получается? Ну, по логике, да. Золотой, серебряный, бронзовый, да, сейчас получается такой железненький. Как вы думаете, что это? Верка, да, подорвание всего, что ценностей, которые нечистоят для нас? Очень хорошо. В общем-то, да. Ценности, когда вы говорите, вы что имеете в виду? Ценности. Ну, что человек ценил? Душу. Нечто сакральное, нечто... Ну, все-таки духовное и нравственное, да? Назовем их так вот вообще. Действительно, это так. Вот описание Кали-юги, смотрите. Ну, оно немножко так переведено на популярный, на сегодняшний язык. Но звучит так. Это просто описание сегодняшнего времени. Население Земли полностью деградирует. Люди опускаются в пучину разврата, злобы, насилия, жестокости и предательства идеалов. Бедные работают за гроши и все равно не могут выбраться из нищеты. Богатые пользуются результатами чужого труда и безбожно обкрадывают своих кормильцев. Государственная власть коррумпирована и борется лишь за сохранение своего положения у кормушки. Закон становится инструментом защиты власти имущих от справедливого гнева собственных граждан. Материальное в сознании людей полностью преобладает над духовным. Считается, что в эпоху Кали-Юги из всех людей, населяющих нашу планету, лишь 25 являются, так сказать, представителями или рыцарями, бойцами за свет, да, рыцарями света. Вся остальная часть человечества играет на стороне зла. Хочется быть, да, в этих 25. Таким образом, век Кали-Юги – это постепенная и бесповоротная победа тьмы. Семейные ценности ничего не стоят. Люди живут с кем хотят, изменяя мужьям и женам, не получая при этом насыщения. Отношение общества к такому прелюбодействию выражается лишь в молчаливом согласии. Голод превращает человека в лишенного разума убийцу. Гуманность и свобода мысли встречаются все реже и активно отторгаются обществом. Мир охватывает войны. Страшные и незлечимые болезни, уносящие миллионы жизней. Невиданные стихийные бедствия. Средняя продолжительность жизни сокращается. Экология полностью разрушается. Человечество начинает травить само себя собственными технологиями. Технический прогресс развивается стремительно, но его достижения не приносят людям счастья. Скажите, вот эта классификация на эти периоды – это в каком веке? Когда это было написано в Кали-Югу? Это написано в Упанишадах, не в Упанишадах, а в Ведах. А возраст Вед – это примерно, ну, разные ученые дают разные, это где-то, наверное, 12 тысяч лет. Это, я говорю, такие научные, потому что остальное все доисторическое время. А вот Рухидин пришел, да? Рухидин, какой возраст? Рухидин у нас специалист просто по это. Какой возраст у Вед? Вот в вашем... Вообще, если говорить о Упанишадах, в Упанишадах, в Упанишадах, в 6-й тысячелетий, в 6-й тысячелетий. Не, ну а Веды раньше – 10 и 12 тысяч, да. Вообще, как бы, согласно самим Ведам, Веды изначально существовали. Вот они всегда вот на заре дворезами сразу даются, но в Веде они даются в основном форме. Но Кали-Югу у людей память ухудшается, и Диасадева, он дает своим ученикам задание, чтобы они записали эти Веды. Потому что, если не записать... Ну, раньше, в предыдущей эпохе у людей память худше. Там, говорится, было достаточно один рассказать, не кури, и человек сразу не курит. А сейчас вот такое время наступает, когда человеку говоришь, не кури, он еще больше будет. Да. И в Кали-Югу надо было это записать, и это записано долго, держат. Ну, сами Веды, говорят, 5 тысяч лет назад. Это отзеркаливание нашей современной жизни. 5 тысяч лет тому назад. Они уже видели, что будет здесь сегодня. Да, абсолютно, да. Ну, конечно, тут много вопросов. И потом можно верить. Я не хочу переводить там полностью в религиозную плоскость, да. Просто те, кто верят или склонны этому верить, да, ну, как бы и хорошо, да, прочитывают это. Те, кто не верят и считают, что все это, ну, ерунда, и мы, давайте, на научной, позитивистской такой точке зрения, считайте, что это такое метафорическое тогда название, да. Ну, то есть все равно-то с описанием, наверное, вы согласны, да, вот очень много такого темного плохого у нас происходит. Ну, и, конечно, тут роль журналиста как бы персостепенно сразу возрастает, не просто вот человека. Вот, кстати, я тоже подумала, я, так как я собираюсь как бы призывать вас к абсолютной честности, вообще говоря, да, вот очень важно, как вот такой первый шаг к поиску истины, да, очень важно, тут такой небольшой просто комментарий, так как я как бы себя представляла, но через это сделаю. По поводу, вот, например, аннотации, там немножко, ну, тут много, может, примеров, но я беру вот сразу, вот, допустим, аннотация там о лекторе, да, вот, конечно, спасибо, это приятно с точки зрения, так сказать, я не знаю, самолюбование, может быть, движение, ну, и правда тоже, да, действительно, человек там учился во французском хорошем вузе, там, в московском хорошем вузе, да, ну, я что хочу сказать, вот так сразу, спасибо, да, это все, как бы, все действительно так, но немножко вот такое обрастание мифом получается, меня часто так представляют, миф не в том смысле, что это неправда, да, а такое вот добавление, домысливание, да, ожидание, естественно, это такой прием рекламы сегодня, и у нас все вот сегодня в жизни так происходит, а на самом деле, как бы, нечто другое, вот на самом деле, как бы, допустим, что касается лично меня, я горжусь другими фактами из моей жизни, не, ну, это тоже замечательно, это тоже было непросто, там, образование и так далее, ну, как бы, основополагающие вещи, которые и закалили мой характер, скажем, если он каким-то образом закален, там, или что-то привнесли, сущностные какие-то понимания и так далее, они проходят совершенно в других пластах, более, можно, личностных, таких более духовных, более значимых для меня, и которые я никогда вот в Севи, там, конечно, не покажу, да, это я всего лишь говорю для того, чтобы вот тоже сказать, что вот это вот, как бы, мифологизация, преувеличение, ну, отсюда, в конце концов, такие вещи происходят, как, я не знаю, симуляторы какие-то, фальсификации и так далее, что касается журналистики, да, нас окружает вот постоянно, вот, ну, когда, как бы, когда я называла лекцию, поэтому, как бы, здесь можно даже, да, остановиться, ну, о чем тут говорить, другая, журналистика в эпоху Кали-Юги, она, она возможна, да, я остаюсь оптимистом, я считаю, она возможна, и она очень тесно связана, так сказать, с самоощущением себя, с работой над собой, и, и вдвойне, втройне, если не в десятерне, как бы, налагает, такие вот обязательства, в каком-то роде, на, на журналистику, да, а с другой стороны, с развитием технологий, мы практически, я не знаю, каждый сейчас может считать себя журналистом, да, достаточно подписаться на, там, Facebook, или какие-то, ну, любые соцсети, и так далее, ваше мнение, оно выходит в эфир, постоянно, так сказать, влияет каким-то образом на общественность, да, вот, поэтому, это, безусловно, это такой фундаментальный, и, и не новый вопрос, вопросы нравственности, этики, постоянно сопровождают, так сказать, человека, да, и особенно, ну, особенно все-таки они становятся острыми сегодня, вот в эту самую эпоху Кали-Юги, или сложное время, скажем, да, вот, и это касается не только нас, нашего общества в Кыргызстане, это мы видим, конечно же, везде, и в соседних странах, в России, в Европе, везде, по всему миру, сегодня, поэтому это такой вот большой вопрос, тем более современный мир, мир технологий, он, как бы, изменяет наши способности и возможности, он не только их увеличивает, но и он усложняет, как бы, познавать этот мир, да, вот, когнитивные, пессимологические подходы к познаванию мира, что вот одно из важнейших, как бы, важнейших задач для человека, все меняется, меняются подходы к чтению, да, уже книга, как бы, я говорю про массовость, да, подменена, библиотека, книга, а можно говорить, и образование в целом, в связи с этим, подменено некими, вот, другими формами, да, потому что через интернет, через соцсети, а вкупе с ними и средствами массовой информации, или средствами массовой коммуникации даже, да, вот происходит какое-то невероятное влияние и давление на человека, да, сегодня, и этим пользуются, понимаете, этим пользуются, ну, кто вы скажете, разные группы силы, да, разные сообщества, политтехнологи, и так далее, и так далее. Возможно ли с этим бороться, да, конечно, лучший способ, тем более, если я призываю вас, как бы, работать над собой и совершенствоваться, самый лучший способ, радикальный, это будет, вот, уединиться, закрыться, закрыться, да, и, как бы, опознавать, как бы, себя, скажем, ну, вместе с познанием мира, тем более, это можно и так далее, но это же нереально, мы все-таки говорим об обществе, мы действуем в обществе, да, быть свободным от общества мы не можем, да, и быть, быть мы свободным не можем, ну, есть такие люди, да, вот в моем окружении, это мой отец, да, ну, извините, с одной стороны, не скромно звучит, но с другой стороны, я просто пользуюсь тем, что он, он в каком-то смысле публичная фигура, это он писатель, его больше знают в торгово-тоязычной сфере, вот, и, конечно, мне в этом еще повезло, вот как раз-таки, так сказать, о ценностях, да, вот, мой самый главный университет, если говорить о моих университетах, да, вот по-горькому, это, наверное, мои родители, да, и мама, и отец, вот отец, который не только талантливый писатель, который, так сказать, сказал новое слово в киргойской литературе, и которая еще, как бы недостаточно, я думаю, не обнародна, но я надеюсь, придет их время, да, но и который своим, своей жизнью, своими действиями, да, это доказывает. Вообще, это вопрос номер один. Вот те идеалы, которые вы проповедуете, или которым вы себя, так сказать, считаете, что вы, они вам принадлежат, вы следуете им или нет, вот этот вопрос у меня, такую вот наивную студентку, я помню, в МГУ на первом курсе, когда у нас были первые лекции по античной философии, я помню первый вопрос, который меня интересовал, да, и я подошла так к нашему профессору майору, и говорю, ну вот как же, вот там у Платона, я ее уже точно не помню, у Сократа вот такие вот постулаты, и он вот так же действовал, да, ну известно, да, Сократ, насколько придерживался этой линии, то, что он проповедует как ценность, он это внедрял, как бы сам действовал и сам жил так, вот, и действует ли философ сегодняшний так, вот, ну, на что, конечно, майор вздохнул и сказал, ну вот это вот главный, наверное, вопрос. Этот же вопрос встает сегодня, неминуемо и ежедневно перед каждым из нас в целом, ну и перед журналистом, наверное, с очень большой силой, вот. Ну, я хотела, значит, я, конечно, подготовила несколько, ну, так скажем, может быть, интересных, интересных, ну, скажем так, новых тем, да, они даже не темы, понятия, что ли, которые вот связаны сегодня вот с таким состоянием дел в СВИ, в медиа, в обществе, да, но еще вот меня попросили, я подумала, я так вот, знаете, прям перед лекцией подумала, это, наверное, будет более интересно, все-таки начну с такого, своего личного опыта, да, потому что вот все остальное, как бы, оно немножко, и дальше мы уже поговорим, да, о вот этих вот самых понятиях, тем более они, мне кажется, более интересны будут студентам больше, а вот сегодняшняя аудитория, как бы, больше о них знает, ну, я имею в виду, скорее всего, если так обобщенно, это вот тот дискурс, который, который можно вести вокруг вот этой проблематики, нравственности, этика, вот сегодняшнее сложное время среди журналистов и медиа в целом, да, и я хотела больше упорно сделать на то, что чуть-чуть больше сейчас знаю в телевидении, да, вот, ну, а до этого давайте я вам расскажу в двух словах, как Хадич Айджи меня попросила, о моем опыте создания передачи, да, вот, опять-таки, не все, наверное, знают, я в 2013 году создала такую передачу на нашем общественном телерадиоканале, к счастью, мне пошли навстречу, вот, назвала ее комментарии, вот, где хотела, это как бы был мой ответ, если хотите, да, вот на, на вот эту, давящую, да, на этот вопрос и на эту давящую вызовы Калиюги, да, вот, ну, что, как я думала вначале, я смотрю, эфир телевидения заполнен, просто, ну, скажем, на 95% вкупе я беру, и это примерно одно, одно и то же, политикой и шоу-бизнесом, да, это вообще от цвета такого, ну, знаете, всеобщего карнавала, да, я использую тут понятие великого Бахтина, да, но он и вдумать не мог, что вот то, что он видел в карнавализации, так сказать, культуры, в литературе, что все это примет вот такие ужасающие рамки, да, вот, а, соответственно, какое влияние, да, влияние на публику, да, тем более мы относимся, вот Кыргызстан и, наверное, часть еще стран все-таки относятся до сих пор, несмотря на развитие вот сетевых, интернет, технологий к тем странам, где наибольшее влияние телевидения влияет, да, но если говорить в таком статистическом смысле, в селах наших, мы, горная республика, во всех, так сказать, дальних селах у нас в основном все-таки смотрят телевидение, даже если сейчас телефон доступен многим, ну, все-таки вот контент в таком чистом виде, он идет через телевидение, и мне показалось это ужасным, я, может быть, думала как-то в каком-то смысле старомодно, да, взращенная еще теми хорошими советскими передачами, ну, я имею в виду, добротного качества, да, вот, и мне хотелось как-то это выйти с этим в нашем телевидении, да, и жанр я выбрала самый, ну, я бы сказала, это базовый жанр журналистики, интервью, да, вообще вот текст интервью, это, наверное, основы, так сказать, всех видов журналистики, да, вот, потом мне, я как-то стала читать интересных журналистов, я сама, так сказать, люблю смотреть интересные передачи, да, еще на меня повлияло, конечно, телевидение Франции, это я должна сказать, да, что это значит, я почти семь, ну, долго жила во Франции в 90-е годы, вот, и вместе с изучением более плотным, полным и глубоким языка мне всегда были интересны вот эти передачи, ну, такого, знаете, философского, мировоззренческого характера, их там очень много, публицистического, скажем так, да, это невероятно, потому что Франция, ну, картезианская страна, да, Декаб, Рацию, все надо объяснить, все везде, причина, следствие и так далее, и так далее, да, и поэтому передач у них очень много, и они невероятно интересны, ну, узнавать язык было очень интересно вот с этой точки зрения, и мне казалось, о, боже, да, как бы, ну, постигаешь мир через, во всяком случае, какие-то очень интересные мысли и так далее, вот, и мне как бы хотелось что-то вот подобное попробовать сделать у нас на хорошем русском языке, хотелось, потому что качество языка тоже меняется, да, это касается не только русского, кстати, вот в дискурсах о языке, о кыргызском, да, если мы уже говорим о внедрении или распространении языка, нам больше надо переводить этот, этот шифт не в политическом смысле, русский или кыргызский, да, а скорее какой язык, какого качества, какого уровня кыргызский язык должен быть сегодня звучать с телекранов или с газет и вообще с публичных пространств, вот, и поэтому, ну, так как мне легче было на русском языке, вот, это интервью я начала делать на русском, и мне кажется, еще что мне было интересно, вдруг, знаете, я помню, первые две передачи прошли, довольно, кстати, ну, я была более-менее довольна для начала, для начала, да, вот, и вдруг, ну, были очень хорошие отклики, но были разные, да, скажу, и вдруг, такой вот, скажем так, негативных откликов, ой, опять говорящая голова, да, когда я увидела, но мне сейчас понятно, я на это не обижаюсь, это часть публики, которая, вот, как раз-таки, с тем клиповым мышлением, который не может не читать тексты, которые больше, там, двух параграфов, условно говоря, да, и не слушать внимательно продолжение и развитие одной эмоции, а мне как раз это было интересно, и мне до сих пор интересно, я больше сейчас открываю для себя, знаете, уже вот 5-6 лет прошло, открываю для себя, ну, как бы, таких вот секретов, что ли, этого мастерства, потому что, да, вначале казалось, да, человек должен быть говорящий, или там умный, или образованный, хорошо говорящий, во всяком случае, потом я стала понимать, что не всегда так, что у экрана есть свои хитрости, да, то есть, если за, у человека, за плечами, в его жизни, очень интересный, так сказать, опыт, жизнь, профессия, если очень много он делает для людей, да, и если это, как бы, прогрессивно, инновационно, и так далее, то с экрана это чувствуется, вот такая вот магия, понимаете, ну, конечно, надо попробовать, как бы, его разговорить, или попытаться передать это, вот, и потом, мне кажется, очень таким необыкновенным, я бы сказала, чарующим, притягательным факт рождения мысли на экране, да, ну, если можно так сказать, вот ты задаешь вопрос, или развиваешь некую тему, да, ну, конечно, зависит, часто от собеседника, но тоже и от тебя зависит, как ты к нему подойдешь, и тут не только вопрос в форме, в какой форме, или как ты должен смоделировать сами, или подготовить эти вопросы, да, здесь очень много значит твое отношение к этому человеку, такое, или внутреннее, пусть оно явное, не явное, вот, такой вот момент эмоционально-этический тоже, вот, очень важен, вот, потом передо мной стали, я стала встречаться больше с деятелями культуры, но были у меня и не только деятели культуры, врачи, политики, я вот сознательно избегала бизнесменов и политиков, из политиков я взяла, наверное, первого, мне казалось, это важно, это был Мурат Бек Санцезбаевич Монолеев, вот, мне казалось знаково, ну, вы все, наверное, знаете, представляете, да, бывший министр национальных дел, но самое главное, какого образования, эрудиции, вот, интересной мысли человека, интеллекта, он не только, так сказать, эксперт высочайшей планки, так сказать, международной политики в региональной, в мировой, но он также очень серьезный историк, вот, и у нас состоялся первый разговор, я помню, два часа, вот, ну, мы разделили эту передачу, по-моему, вышла, вот, первая передача выходила час, телевидение как-то терпело сначала, да, потом они стали, сейчас я понимаю, что это, это, в принципе, возможно, да, но тоже требует, когда уже стало, как бы, постигать некоторые, скажем так, тонкости экрана, да, восприятие, скажем так, да, вот, потом уже мы перешли на 45 и далее на 30 минут, да, ну, вот 30 минут сейчас и будут передачи, последние, правда, три месяца остановилось, но, если даже я дольше говорю, я делю на две части, у меня получается первая и вторая часть, да, вот, очень много было художников, представителей культуры, мне хотелось избегать, я, конечно, специально не избегала, но все-таки не шла в первую очередь к очень известным людям, скажем так, да, мне хотелось найти много. Михаил Горбачев, а как же это другое, Михаил Горбачев, Пьер Карден, это были печатные интервью, они были в 2000-е годы, когда я работала, вот, аккредитована была при ООН, в Женеве, аккредитованы журналисты при ООН, да, у нас была, она и есть сейчас, ассоциация иностранных журналистов, да, 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 и журналисты, аккредитованные при ООН, и там, конечно, вот, вместе с ООН была возможность, очень много людей интересных приезжает в Женеву, вот, ну, Пьер Карден, это у нас была организована поездка в Париж из Женевы, и вот тогда вот это получилось, да, вот, я сейчас говорю о наших людях, да, о Кыргызстане, вот, и мне хотелось их раскрыть, просто я заранее знала, что этот человек интересный, что его произведения интересны, что он талантливый, ну, если не талантливый, то он интересен, может быть, другим, воззрениями, да, на нашу жизнь, реальность и общество, вот, и далее в каком-то смысле мне становилось тесно, если можно так сказать, да, вот, и я постоянно работала параллельно, я должна так сказать, да, вот это, вот это моя передача, честно говоря, в каком-то смысле это, ну, немножко, может быть, несправедливо к себе, я скажу, в каком-то смысле самодеятельность, в каком, меня КТР не отправляла, у него нету средств телевидения на это, да, вот, я просто использовала какие-то возможности поездки в Москву, связанные с другой работой, ну, в частности, вот в Москву, а если там была в Штатах или во Франции, то там находила возможность камеры через друзей и так далее, и снимала там передачи, мне хотелось вот этих интересных людей привести и в наш эфир показать нашему зрителю, вот так велико было желание, и вот так появились интервью с Далай-Ламой, с Черниговской, не знаю, с Средяковым, с Гитовым, и так далее, и так далее, вот. Сейчас я предлагаю вам показать, да, какой-то кусочек из интервью с его святейшеством, да. Ну, вот, на самом деле, я бы, конечно, комментарий к тому, что в первой нашей части, вы очень скромно говорите о своей журналистской деятельности, на самом деле, у меня есть информация, член корреспондента, журналист-корреспондент, аккредитованный при ООН в Женеве, член ассоциации журналистов ООН, член ассоциации иностранных прессов в Швейцарии, авторские передачи, персональные выставки, я думаю, что вы, как никто другой, больше журналистов, которые... Ну, за годы накопилось, наверное. Да, ООН и Женева особенно активно, конечно, я как бы остаюсь членом этой организации, но они особо активны, когда там живешь. Да, и так как я вот 5-6 лет жила в Женеве, я работала в посольстве в наших тысячах годах, и потом уже чисто журналистская деятельность мне более всегда я интересовала, вот, но это открыло очень многие, да, как бы, кстати говоря, интерес большой такой к Далай-Лами, ну, хотя он у меня, наверное, связанный с моими исследованиями, вот в Женеве возник, да, он приезжает часто, приезжал раньше в Женеву, в Базель и так далее, все-таки Швейцария, нейтральная страна, такая площадка для встреч интересная, вот, и мне несколько раз хотелось поехать аккредитоваться, я познакомилась с представителем Тибета в Женеве, да, но я не могла как действующий дипломат, который представляет Кыргызстан, значит, страну, которая, стратегическим партнером является Китай, вот, как бы, открыто идти на интервью, как бы, это было бы, ну, нарушением, да, вот, но вот эта мысль как-то запала, осталась, видимо, и у меня вообще так, вот мысли западают раньше, потом каким-то образом, если везет, наверное, расцветают, вот, ну, да, наверное, всем интересно, как получилось, да, конкретно, в 2008 году меня пригласили, вот, зная мои исследования по буддизму, на конференцию по тибетскому буддизму в Дели, ну, вы знаете, да, Далай-Лама, его святейчество, он руководитель, сейчас только духовный, раньше были политические тибетцев, он изгнан с 59-го года, живет в Харамсале, в, так скажем, индийской части Тибета, в горах, да, вот, и он остается духовным лидером, и, наверное, для всего мира, потому что во всех своих выступлениях, встречах, он вот проповедует именно те ценности, которые, может быть, могут противостоять темному, темной части нашей коллеги, скажем, сведем к этому, вот, и, значит, ну, хорошо, это научная конференция, я попробовала сделать запрос о встрече отдельной с ним для интервью в то время, вот, и вы знаете, мне пришел очень красивый, ну, скажем, там, по-моему, было дело в ноябре, я где-то в августе отправила запрос, и в сентябре довольно быстро мне приходит очень красивое письмо с печатью, с логотипом, вот, тибетской администрации, уважаемая Джамбуджи Субалиева, мы очень ценим ваш интерес, но, к сожалению, время его святейшества расписано поминутно на шесть месяцев вперед, это невозможно даже при том, что вы будете там, вот, и все-таки они меняют свое мнение, вот, и в первый или второй день конференции ко мне обращается ассистент его и говорит, вы знаете, его святейшество завтра примет вас вместо обеда, действительно, наверное, я думаю, у него действительно так, вот, примет вас, и вот так состоялась первая встреча, я была с отцом на этой конференции, и мы вдвоем были на ней, вот, и на ней состоялся вот такой, знаете, две вещи меня поразило, вот, помимо каких-то рациональных объяснений, я была очень в таком, скажем так, в прослуженном больном состоянии это раз, вот, и мне совсем было как бы нехорошо от той мысли, вот, как я сейчас, так сказать, в таком виде, больная, голова ужасно кружилась, вот, ну, я, естественно, все приготовила, вопросы, все, вот, и вы знаете, как только вот состоялся первый контакт, первая встреча, он невероятно радушный вышел к нам на встречу в кыргызском колпаке, да, что тоже удивительно, вот, оказывается, у него уже был, кто-то у него был до этого, за, потом мне рассказали, за 8 или 9 лет, потом, кстати, я поняла, кто этот человек, вот, подарили ему колпак, и он, он же в Дели был, не в Харамсале, то есть он заранее попросил взять этот колпак с собой или привезти, кто-то ему привез, и вот так нас встретил, у меня есть замечательная фотография, Балай-Лама в кыргызском колпаке нас встречает, вот, и знаете, сразу все ушло, когда мы сели, абсолютно, вот, как будто, абсолютно, вот, здоровый человек, как будто я с курорта приехала, и я до сих пор не знаю, что, мне хочется верить, что это вот его, некая, скажем, аура, тонкое тело, да, говорят же, что оно у нас очень, энергетика, вот это самое, которое вот так вот материализовало, улучшило мое состояние, у нас состоялся великолепный разговор, и вот вторая часть, вторая вещь удивительная, отец не говорит по-английски, дала его статистическое, говорит на английском с переводчиком, да, казалось бы, вот прямого контакта, ну, как бы сложно, сложно установить, но он состоялся, абсолютно, это было понятно, да, что? Есть комментарии, да, аудиозапись, да, это то, что мы говорили, то есть наши, сейчас слушатели не ограничены, только эта аудитория, у нас очень много слушателей за рубежом, а, понятно, да, нам надо ответить, или как? Я, я, хорошо, да, и вот у них состоялся такой вот необыкновенный контакт, который продолжился, потому что после этого мы, ну, вот так, если строго посчитать все встречи, у нас еще состоялось четыре или пять даже встреч, за три приезда, скажем так, и каждый приезд, да, вообще, значит, шесть, каждый приезд у нас было две встречи, вот одна вот эта в Дели, потом, так как в разговоре мы упомянули кыргызскую культуру, рассказали вот какие-то вещи, еще что было общего, его очень удивило, что у нас есть такие, в быту, так сказать, такие же напитки, скажем, как вот этот чай самый с маслом, да, из яка, из молока яка, ну, как на Аллае, да, отец Аллае, он вот это вот рассказывал, и Далай-Лама тут же, тут же, он очень спонтанный, открытый человек, удивительно, такой вот простой, да, в лучшем смысле этого слова, он сразу же сказал, я через неделю буду у себя в Харамсале, я слышал, что вы поедете на это учение, это было первый раз, когда он давал учение для русских буддистов, русскоязычных, ну, это, значит, калмыки, буряты, да, и так далее, бывшего союза, вот, обязательно приходите ко мне, я вас угощу, и вот так и случилось, мы потом оказались у него в гостях, вот, но это было вот как бы впервые, второй раз мы попали в 12-м году, когда он делал церемонию калачакры, значит, ну, это такая вот священная как бы церемония, когда, ну, если очень просто говорить обобщенно, ну, намаливается, да, будущее, лучшее будущее для мира, да, и создается монахами под молитвы, молитвы, сейчас у меня вылетело, рухидин, как называется этот круг из песка, мандала, мандала, да, спасибо, вот это вот самое мандала из песка, да, то есть она создается один раз, и потом она разрушается, ну, как бы, вот, рассеивает ее, да, 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 скажем так, и это было невероятно, вот эта самая дружба, да, если можно так сказать, но он так и сказал своим ассистентам, уже, вот, уже во второй наш приезд, что, вот, Батбек это мой старый, добрый, лучший друг, вот, и поэтому мы были, как бы, ну, я могу, так сказать, допущены, вот, в самый, так сказать, центр этого молебна, хотя аккредитованы были, значит, на Калачакре присутствовало более двух тысяч, двухсот тысяч паломников из Китая, из Японии, из Кореи, из Тибета, и из западных стран очень много, да, и аккредитованы самые, ну, большие медиа, вот, NHK, там, CBS, и так далее, и так далее, вот, и я помню, а я снимала постоянно, ну, в течение, во всяком случае, двух часов, вот, да, мне хотелось подольше, одну камеру я поставила, чтобы снять, вот, этот самый молебен и создание из песка, вот, да, чтобы потом как-то на монтаже сделать интересный материал, и вторая, я снимала, вот, больше его самого, его святейшества и других верховных лам, которые были, вот, ну, в самом эпицентре, да, Якубатбек Джусабали, вот в своей куртке есть эти фото, да, среди верховных лам Тибета, которые потом я уже узнаю их, вижу на календарях или где-то там, один из, кто-то из, ну, из Тибета китайского, в смысле, из Тар, кто-то из высших-высших там монастырей, из Леха, из Индии, из других мест и так далее, ну, такие самые, ну, скажем, духовные авторитеты, вот, это очень было как-то символично и приятно, вот, и само вот это интервью, оно состоялось уже в третий наш приезд, это было в 15-м году, когда мы совершили такой, скажем, смелый поход в Лхасу, еще это было возможно, и, значит, кору, кора это вот прохождение, значит, вокруг священного места, да, называется кора, кора вокруг Кайласа, горы Кайлас, и по пути, надо же, вот как-то все получалось, сначала не планировалось, но получилось, мы заехали в деревню, где я родился и где нашли, так сказать, как перерождение прошлого Далай-ламы, этого мальчика, вот, будущего Далай-ламы 14-го, вот, посмотрели его там родной дом, собрали цветы, как-то вот, я даже не заметила, а потом вот смотрю у отца, вот этот букет цветов, как здесь замечательно, здесь действительно райские места, и можно все время жить, вот, и он собрал этот букет, просто, ему даже не столько дом был интересен, а вот, потому что в доме жили люди, уже совершенно другие, вот, и вы знаете, мы написали его святейшеству, просто вот факт, что вот мы были на вашей родине, мы были в Лхасе, мы были во дворце, где вы выросли, и мы были на вашей родине, собрали букет, как замечательно, и так далее, ну, и получили приглашение, вот мы закончили путешествие где-то 26 августа, на следующий день я написала, и тут же пришло приглашение, ну, вот с таким текстом, его святейшество ждет вас 19 ноября в 12.30 у себя во дворце, вот, ну, как тут, знаете, как тут не поехать, Это персональное, конечно. Да-да-да, уже персональное, не мероприятие ничего, да-да-да, ну, я тогда подумала, вот это, наверное, момент, да, и попросила, тут же могу ли я, так сказать, попросить час для съемки, вот, опять-таки, я же как бы самодеятельность, да, ну, скажем так, поэтому друзья помогают, вокруг этой поездки тоже, вот такая вот целая мифология, у нас есть друзья, вот, прекрасная семья, представители ее здесь, вот Рухидзин, как раз у него есть брат, которого зовут Арджуна, вы представляете, Арджуна, то есть герой Бхагавадгиты, да, и который вот начинал в то время, а сейчас он уже, я думаю, состоявшийся оператор, кинематографист, да, вот, и тогда мы пригласили его, вот с Арджуной мы поехали и сняли, это было на простых, ну, как простых, это, конечно, были неплохие камеры, Canon, вот эти мы на фотоаппаратах снимали, это лучшее качество дает, вот, ну, в чем-то вы увидите, какого-то, может быть, вида не хватало, там, ну, это уже тонкости телевизионные, вот, и поэтому нас сроя на этом интервью, вот, я часть покажу, потому что само, само оно такое долгое, конечно, было великолепно его послушать, он опять, он часто, вот, ну, может быть, для кого-то выглядит, как ребенок, да, но это вот именно с точки зрения, скажем так, такой вот наивности, как чистоты, вот это, я думаю, присуще до сих пор этому человеку, не потому что там он старый, снова как ребенок, да, ведет, а вот такой непосредственности, чистоты, которая его, вот, да, душа в такой чистоте и осталась, ну, что я имею в виду, там, его реакция, его спонтанность, как он отвечал, там, мы ему, мы попросили рассказать, как он детство проводил, в Потале, да, во дворце, и так далее, и так далее, это было, конечно, очень ценно. Далее мы преподнесли этот букет, его святейшеству, из родной деревни, в которой он не был, более 60 лет. Удивительно, но казалось, что цветы были такими же живыми. Спасибо. Очень хорошо. И это столь из Кайласа. Мы поехали к Кайласу. Мы поехали к Кайласу. Ваше святейшество, первый вопрос связан с темой нашего предыдущего разговора. Это было незабываемое впечатление, посетить те места, которые вам так знакомы. Тем более, они имеют фундаментальное, символическое значение для всех тибетцев. Как вы знаете, мы посетили много монастырей, святых мест в Тибете, но более всего, хотелось бы услышать от вас о трех наиболее сакральных местах. Это дворец Патала в Блхасе, гора Кайлас и озеро Манасаравар. Хотелось бы услышать именно из ваших уст, насколько актуальны свои святости они для сегодняшних буддистов и тибетцев вообще. И особенно про дворец Патала, ведь вы там выросли, играли в детстве и получили первые уроки духовного, политического руководства. Ведь вы не были там около 60 лет. Точнее, 56 лет. Вот насколько важно это место, как сакральное, остается ли таковым для тибетцев. Наши личные ощущения были такие. С одной стороны, мы понимали важность этого места, но с другой, чувствовалась немного напряженная атмосфера, ну, депрессивная, что ли, возможно, связанная с осознанием того, что вас там нет. Давайте сначала расскажу вам о горе Кайлас. В старинной индийской буддийской литературе, особенно в тантрической буддийской литературе, очень часто упоминается гора Кайлас, как сакральное, высокодуховное место. А также для многих миллионов индуистов это место постоянного нахождения пребывания бога Шивы. Например, река Ганга течет именно оттуда. Небольшие ручейки, источники берут начало именно с горы Кайлаш. Как вы знаете, даже вода в реке Ганг считается необыкновенной. И даже не просто водой, ее называют Амритой. Поэтому часто, шутя, я говорю своим индийским друзьям, что миллионы индусов поклоняются Шиве. Постоянная же резиденция Шивы находится в Тибете. С этой точки зрения можно сказать, что Шива тибетский бог. Мы буддисты, и наш величайший просветленный это Будда. Ну а Будда-то был индийцем, так что у нас непростые переплетения и связи духовного характера. Я лично никогда не был на Кайлаше. Ну а Манасаравар тоже считается священным озером. Очень много индийских паломников ежегодно постоянно посещают это озеро, чтобы искупаться в нем. Видите, индийцы приезжают с долин на такую большую высоту, в такой холодный климат. Из соображений веры они купаются, несмотря на экстремальные условия в озере и риск заболеть. Драгоценное, очень опасно. Кайлаш место Шивы, значит и автоматически место Харуки. Поэтому тибетцы также считают эти места святыми. И, как мне кажется, каждые 12 лет они предпринимают паломничество на гору Кайлаш. Теперь о Патале. А, кстати, еще про Кайлаш. Помню, лет 30 назад мы дискутировали с людьми, которые считают гору Кайлаш горой Меру. Но так как я отрицаю существование горы Меру, думаю, некоторые как бы дают вызов, утверждая, что Кайлаш это и есть гора Меру. Но согласно Абхидхар Макоши, размер и все качества ее совершенно другие. Но насчет Паталы, я думаю, еще в 7 веке это было одно небольшое здание. Оно было построено садзеном гампо. Потом, естественным образом, Патала его красная часть. У 5-го Далай-ламы было видение такое. После того, как он уйдет в мир иной, регент Санцзин Гьяццо, он постоянно занимался строительством. В детстве я жил в этом дворце во время зимы, а летом я переезжал в Норбуллинку. Я лично предпочитаю Норбуллинку. Там в детстве можно было много бегать, чем в Патале. Потом, начиная с 5-го Далай-ламы, Патала стала официальной резиденцией Далай-лам, а также туда поместили некоторые административные офисы, также школу и монастырь. Таким образом, всю зиму я проживал там, в Патале, а лето проводили в летнем дворце в Норбуллинке. Я лично намного предпочитаю Норбуллинку, а в Патале, когда я бегал, все начинали покрикивать на меня, нельзя тут бегать. Я, говорит, лично предпочитаю Норбуллинку. Там много можно было в детстве бегать. в Патале, когда я бегал, люди шелкли, о, не, 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 потому что они шелкли, что мастер с вами. Мне казалось, что в Патале есть много дверей. Отец спрашивает про двери. В Патале так много разных дверей, больших, маленьких, и многие из них закрыты. Они кажутся очень секретными, почти мистическими. И так хочется узнать, куда же они все идут. двери. Да, я помню эти бесконечные двери. Некоторые из них были открыты иногда, а вот некоторые накрепко закрыты даже при мне и никогда не открывались. И там было столько темных мест и помещений, меня даже пугали иногда. Туда, мол, не ходи, там есть привидения. Мне так постоянно говорили. Так что, когда я проходил по очень темным коридорам, всегда словно чувствовал какое-то теплое дыхание в затылке. А на самом деле я всегда хотел увидеть эти привидения. И поэтому иногда нарочно очень долго задерживался в таких местах. Ну, ваши дворцовые скорее всего хотели вас напугать, а у них наверное не получалось. мне понравился там воздух такой чистый, а откуда то он идет. Несмотря на то, что дворец большой и много в нем помещений, комнат, воздух кажется чистым. Наверное, из-за хорошо продуманной инженерами, строителями системы естественной вентиляции. Да, да, возможно. Вот я вспоминаю одну особенность дворца. Во время лета в Патале не так жарко. А во время зимы не так холодно. Наверное, связано с расположением окон. В других местах не так. Вот в Норбуллинке там зимой холодно, летом жарко, а вот в Патале все более-менее. Там одна проблема существования. Дворец большой и туалеты так далеко, что у некоторых монахов проблемы вот здесь. Просто иногда ужасно. Я иногда замечал какие-то странные капли на полу. Думал, ну что же это? Потом понял. Иногда капли, говорит, на коридоре я видел, я подозревал. у меня подобное воспоминание еще совсем с детства осталось, с деревни моей. Знаете, у детей, когда ты чего-то сильно пугаешься в маленьком возрасте, то это воспоминание остается с тобой на всю жизнь. Моя мама часто меня носила на плечах. Я был совсем ребенком. Мы из крестьянской, скромной фермерской семьи. Игрушек мало было. Так что мать работала в поле и когда играла со мной, как бы катала меня на плечах. Вот, помню один прекрасный день в деревне. Но вы знаете, в деревне практически туалетов нет. То есть один открытый туалет в поле. И мне надо было, ну как сказать поточнее, по большой нужде. из тарцера воспоминания. и сижу у себя. Вдруг вижу один гигантский черный верблюд ко мне приближается. Представляете себе, голова черного гигантского верблюда. А я в жизни никогда не видел таких чудищ. Я, конечно, не доделав свое дело, пустился на утек. Да, воспоминания детства всегда забавны и непосредственны. А у вас есть верблюды в горах? Да, раньше были верблюды. Еще во времена шелкового пути. Но черные двугорбые, я думаю, это большая редкость. Блэк кэмэл рээ. Блэк, 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 Ваше святейшество, когда мы путешествовали по Тибету, конечно же, мы посетили много монастырей, но очень интересно было узнать, что до сих пор сохранилась традиция. Это интервью есть в Ютубе, онлайн. Уверяю вас, мы говорили не только о туалетах, но это было такое, знаете, может быть, хорошее начало, как бы уже он показал, так раскрепощенно, очень, ну, вот так, свободно, как бы разговор пошел, потом мы говорили, да, расположил, вот, мы говорили непосредственно о положении тибетского буддизма в Китае, и здесь он, кстати, предположил, это было три года назад, что в то время Си Зинькинь, по-моему, год или два только вот пришел, как бы новый президент, и он уже с такой надеждой говорил, что, возможно, у Си Зинькиня мама сама буддист, верующая, вот, и, возможно, его более такое расположение, так сказать, к судьбе тибетцев в эмиграции, да, возможно, что-то будет, это вообще мечта отца наша, чтобы он смог вернуться в Китай при жизни, ну, в Тибет родной, и далее мы говорили, я задавала вопросы, ну, о религии, о духовности сегодня, вот, о тех как раз вопросах, которые мы сегодня обсуждаем, об исламе, о других религиях и так далее, получился очень интересный разговор, вы знаете, я смотрю это, хотя бы, вот, в общем-то, стекло, что-то так быстро, вот, может быть, спасибо огромное, я думаю, что у ваших участников, если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, у вас очень много меня зовут, прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас за эту лекцию, меня зовут Амар, я студия российского Ставинского университета, вопрос следующий, вы упомянули советские передачи добротного качества, которые, насколько я знаю, подавались жестокой цензуре со стороны партии, со стороны определенных господства. Сейчас, насколько мне известно, у нас нет цензуры как предсказания каждой человек дурналист, сравнивая, анализируя поведение, положительные договоры предсказывания моих родителей и друзей и родственников. У меня складывается предвпечатление, что мне рассказывают сказку, в которой не было насилия, в которой не было таких предпочтения, которые вызывают сейчас общественные взорвации средствов массовой информации. Я лично считаю, что насилие было всегда в той степени, в которой он сейчас пропорционально и это поддавалось жестокой цензуре, чтобы не смужать народ. И это, как я думаю, работало, так как родители пытались детей погулять, не боясь, что родители того, что детей похитят и не сейчас не сделать какие-либо неправомерные действия. Сейчас же мы наблюдаем обратно, и дети, когда родители отпускают детей, они думают, как бы их кто-либо не побил, не украл, не избил, какой-либо, ну, вот так бывает частая рассылка, там, маньяк сбежал, да, их, допустим, у нас недавно непонятно. Хорошо, вопрос. Вопрос в чем? Вопрос, опасно. Уверенно, соотношение цензуры. Или стоит все открывать наружу, рассказывать правду, не ограничивая журналистов ни в чем, но... Понятно, да, понятно. Примерно, вопросы, комментарии, хорошие очень комментарии, ну, как бы... Тем более, знаю одного человека на нем слушать. Адилет, да? Амар. Амар, извините, пожалуйста. Да, Амар. Ну, во-первых, о добротных передачах и о цензуре. И вообще говоря, я обо всем этом как раз хотела поговорить, поэтому, вот, может быть, через ответ. Да. Да, конечно, была идеологически очень в рамках мощных наша страна, бывшая, Советский Союз. Отсюда шло и, так сказать, цензурирование, но по идеологическому принципу, да. Передачи хорошие, добротные, которые, о которых я говорю, я имею в виду с точки зрения ценностей высокой культуры. И они были, эти передачи, не дайте мне соврать, да. Ну, в частности, я думала, когда я говорила о некой передаче, которая, там, из которой я хотела пример брать, очевидно невероятная. Ну, чем она была плоха, да. Вот, я взяла, кстати, сам принцип, да, стихи научного обеспечения, да, да, который вел «Капица Пицца», да, это была великолепная передача, там, там, как бы, ее, может быть, в каком-то смысле спасало то, что это была научная, культурная передача, да, от цензуры, скажем, да, и вообще все, что касалось не идеологии, не политического правления, не, там, классиков, скажем, марксизма-ленинизма или руководителей партии, а все остальное, и это большая часть жизни, все это было все-таки подано на высоком уровне. Во всяком случае, был некий стандарт, в хорошем смысле этого слова, качество, которое государство сильное, да, требовало, и вот это было замечательно. Ну да, государство было тоталитарное, была однопартийная система, там, и так далее, и так далее, но это уже другая сторона, да, в частности, вас вопрос интересует безопасности, так сказать, страшилок или там страшных информаций, и общество соответствовали тому, что, так сказать, в средствах информации это скрывалось, как вы предполагаете. Да, конечно, я думаю, средства массовой информации очень жестко контролировались, и какие-то из ряда вон выходящие случаи нам о них не говорили. Мне сейчас сложно говорить, но мне кажется, вот, я приглашаю всех в дискуссию, кто, так сказать, жил в это время, мне кажется, и случаев было меньше, знаете, по простой причине, что государство было строже, сильнее, тоталитарнее, да, ну, это как бы обратная сторона вот тоталитарного государства тоже, да, вот там, боялись правонарушений, и так далее, и в этом смысле порядка было больше, а, соответственно, плюс, как бы, строгое осуждение общества тоже, да, вот на это все влияло, вот, а, конечно, ну, скажем, были другие, нравственные все тоже, то есть, развестись, это тоже считалось, сейчас не самым хорошим примером, и это, я поняла, да, да, сейчас это чуть-чуть в другую сторону, я хочу здесь договорить, а тоталитарнее, вот именно, что вы произнесли слово фейк, да, или как, ну, похожее слово, или мифологизация, а сейчас что, нету мифологизации, мы постоянно живем в мифологизации и в тоталитарной системе, я вам утверждаю, что сейчас, так сказать, парадоксальным образом мы вот демократии, так сказать, свободы, так сказать, да, определенного рода свободы, а это, а разве это не тоталитарная система, которая исходит от СМИ и всего, я вот об этом хотела говорить, от того же, так сказать, телевизора, да, ну, телевизор как часть общей системы, я имею в виду, СМИ и СМК, да, коммуникации, средств массовой коммуникации, да, тоталитарно вам льют в каком смысле? Только под одним соусом новости, допустим, да, или в нужном ракурсе, или навязывают какие-то ценности, которые вам абсолютно не из вашего ряда, допустим, да, вот, или даже такой вопрос, как ценность денег, да, вот для меня это давление, я не знаю, то ли я выросла вот в такой среде, вот ты должен быть богатым, помните, даже 90-е годы было, если не богатый, это ты разве умный, или как там было, да, и так далее, и так далее, то есть это навязывание абсолютно низкопробного ценности для человека, да, конечно, он должен, я не говорю, что он должен быть бедным или нищим, да, человек должен достойно зарабатывать, так сказать, за свой труд, и так далее, и так далее, и достойно жить, да, но это не значит, что ставить это во главу угла и на самую вершину ваших ценностей, и в том числе духовных, иначе человек просто превращается, ну, знаете, в это, на жаргоне, хорошо вот сказать, быдло, да, если не использовать мой французский, как бы, то просто он, как бы, стирается или не сводится до самых низких своих потребностей, вот что делает тоталитаризм сегодняшней системы массовых коммуникаций, вот в этом смысле это тоже мифология и еще какая, сегодня мифов намного больше, чем в Советском Союзе, в Советском Союзе он был понятен, этот миф, понимаете, достаточно было знать эту идеологию, выучить там, мы всегда все учили классиков марксизма, ленинизма, и знаете, знать, было такое, знаете, конвенциональное лицемерие в обществе, то есть все вот, если ты выучил и знаешь вот эти вот постулаты, сказал где надо, и так далее, если тебе это надо там для карьеры, для учебы, ну даже не для, не чтобы делать карьеру, да, а чтобы где-то не, тебя не осуждали и так далее, вот, ты вот так поступаешь, да, благонадежно, вот, а на кухне, так сказать, на кухне, да, ну или в таких секретных местах были свои, более открытые разговоры, это особенно касается вот 70-80-х годов, да, вот, вот, вот так, так что, понятно, а, и второй вопрос, который вот важный, который у вас озвучал, сейчас, сейчас вот, вот, с этим просто потоком, да, всего, знаете, тут, тут не только сцены жестокости или информация по жестокости и порнография, и низкопробные, так сказать, массовые эти элементы или формы культуры и так далее, это тоже, как бы, души всех вас, это тоже форма тоталитарного давления на человека, который не хочет таких ценностей, понимаете, вот, и потом здесь встает вопрос, а нужно ли говорить обо всем этом? Это большой вопрос сейчас стоит перед медиа, да, что оно дает? И только недавно очнулись, лет 10 назад, но это недавно, да, с точки зрения истории, и начали изучать, как это влияет на депрессию, на психологическое состояние одного человека, группы людей, нации и так далее, и так далее. Только сейчас появились вот такие исследования и необходимость вводить их в законодательной форме в различных странах. Это касается не только Кыргызстана или стран бывшего союза, в Европе тоже, посмотрите, я специально смотрела, просто времени сейчас нет, поверьте, и в Швеции, и во Франции, и везде, и даже в той же Америке, ну, в Америке просто интересно, там на федеральных уровнях, в Штатах, от Штата к Штату разнится, да, вот этот вопрос стоит номер один, потому что вот такую силу имеет информация сегодня и средства массовой коммуникации. Вот. Да. Мне очень понравилось ваше, вот, ваше рассказывание, когда вы сказали о карнавализации общества, о том, что, наверное, это маски, да, которые сегодня мы видим, те же, ту же, самую элементарную, вот примитивную борьбу с коррупцией, о которой мы везде с разной трибуны говорим, а на самом деле жизнь показывает, там, срывает маски, и мы видим совсем другую сторону, да, этого борца, этой политики, этой... Да, ну, конечно, чтобы вот так открыто говорить, надо знать работы Бахтина, это, по-моему, вот докторская по Рабле, да, Татьяна, да, по Франсуа Рабле, да, Гаргантюай Пантагрюэль, да, это произведение средневековое, позднесредневековое, французское, где совершенно в таком бурлескном, карнавальной форме, значит, описывается там жизнь вот этой вот семьи, конечно же, это пародия, на самом деле, да, это сатира, пародия, памфлет на общество, там тоже прочитывается, да, там как кто-то с присосками к желудку, там и так далее, ну вот, вот все это в бурлесском форме, и Бахтин исследует вот это, как бы применяя и вычленяя, что ли, вот такие очень важные концепты, понятия в обществе, и сейчас, ну он применяет это как бы к литературе, к фольклору, и насколько этот фольклор сейчас действует или актуален, да, Бахтин, это 20-е, 30-е годы, но сейчас он даже и не представлял при своей вот такой очень интересной вот концептуальной работе, да, насколько это чрезмерные размеры абсолютно извращенные в каком-то смысле приходят сейчас, да, есть действительно работы очень интересные по состоянию современных СМИ, вот которые проводят эти параллели, да, фольклор заменен, ну фольклор в концептуальном смысле, да, я не хочу обижать фольклор как таковой, да, высокое искусство заменяется им, да, или карнавализация, это всеобщее, значит, тяготение к смеху, да, тогда как еще древние греки говорили, что смех без смысл, без причины, как бы это признак глупости абсолютной, да, вот, а у нас это все, вот особенно в телевидении, да, помните, эти все бесконечные передачи, хорошо, если бы это была сатира, да, или чисто, это просто вот смех во всех формах, вот, но потом уже стали выступать, ну, в частности, в России против вот этого гнетой, тоталитарной, так сказать, давления, глупости, вот, и как-то изменяться, был создан канал Культура, по-моему, единственный, вот полностью, практически приемлемый, интересный канал, но смотрит, он опять-таки, вот для элиты, я так могу сказать, не для правящей, в смысле, а для культурной элиты, интеллектуальной, да, да, еще вопросы есть? Как же тогда бороться с этим корритаризмом? Ага, вот, в общем, вопрос, как бороться с этим корритаризмом, ну, вы один систему не сможете никому изменить, да, мы живем действительно в некой, ну, извините за, уже это банальным стало, матрице в этой культурной элитарности, да, надо, как минимум, надо заниматься собой, своим образованием, чтобы понять, и не только просто образованием, а, наверное, самовоспитанием, ну, духовного порядка, да, чтобы и задавать, чтобы задавать эти вопросы, правильно их ставить, и правильно искать на них ответы, да, ну, другими очень простым, простым словом, расширять свое сознание и стремиться как бы внедрять свое политическое мышление и так далее, ответы будут приходить, а потом ответы будут приходить. Пожалуйста, представьтесь, здравствуйте, у меня зовут Сахира Назарова, я из города Лож, очень приятно, вот мы с Танекой и Григорьевна Арына узнали, что вы чайно об этом мероприятии через социальные сети вот пользоваться, и с удовольствием вас услышали. Хотелось бы услышать ваши прогнозы, рассуждения о будущей журналистике, потому что у вас полноценный опыт есть с чем сравнить, какие эпохи в разные страны, вот что стоит перенять из советской журналистики, а что нет. Я сейчас не в медийных каких-то технических новинках, а именно более глубокое такое. Ну, так как мы практикуем. О таких навыках, да, таких, может быть, интересно. Да, спасибо, конечно, за вопрос, он, конечно, большой, гигантский, в общем-то, я сначала, как я говорила, вот именно больше приготовила с этой стороны, да, конечно, ситуация у журналиста сегодняшнего очень сложная, да, потому что либо, либо где-то что-то надо быть ему конформистом, да, с другой стороны, он, как бы, ну, если честный человек, надеюсь, большинство журналистов, во всяком случае, изнутри считает себя, да, он не хочет, так сказать, нарушать ни этику, ни приступать к границе лжи, вот, ну, я бы сказала, все равно оставаться на этических принципах всегда, в советское время, опять-таки, чуть-чуть сложно говорить, тем, кто работал, я бы здесь так разделила, ближе к политике, да, к идеологии, политике, но они уже были вынуждены, они просто были вот в этих тисках, которые, наверное, они понимали, сознательно на это шли, да, обстоятельства, они не могли иначе, потому что, как бы, ответ советский был сложный, да, строгий, если ты, как бы, идеологии, не следуешь, как бы, наветам идеологии или, там, критикуешь ее, вот, а другое дело, журналисты, которые освещали больше области культуры, искусства, вот это были, конечно, замечательные, да, или, там, даже пусть будут политические обозреватели, например, были вот такой тип журналистов, очень интереснейшие те обозреватели, ну, не всякому, конечно, удавалось, а те, кому удавалось быть корреспондентами в других странах, вот, какие они были, были замечательные репортажи, они были сущностные, да, по, так сказать, вот такой, какой-то сущностной, что ли, иерархии ценностей, да, они освещали это, единственное, как только доходило дело, там, до отношений с союзом или до идеологии, ну, это понятное дело, да, другое, те, кто освещал культуру, я не знаю, регионы и так далее, это была действительно добротная журналистика, вот мне это слово даже как-то спонтанно пришло и очень нравится здесь, потому что язык был всегда глубокий, да, ну, чаще всего, то есть иных и не брали, вы не проходили по меркам, если вы не умели писать с достаточной степенью как бы глубины, критичности, да, публицистический должен быть, острота публицистическая, вот, и, конечно же, богатый язык. Вот я бы сказала, именно вот этих вещей современному журналисту не хватает, не звели, в общем, отсутствием каких-то рамок и того же самое, той же самой критики, контроля и так далее, не звели, ну, просто на нет и словесность, и образцы вкуса, так сказать, к сожалению, проходит очень много такие пошлые, безвкусные передачи, там, образцы журналистики, вот, вот с этим надо бороться, да. Джамбы, а не появится вот так, как закономерно в любое тоталитарное время не появится ли изопов язык журналистики, который, я тоже считаю, что он был в советское время. Ну, то есть, то есть, некая такая памфлет, сатира, да, ну, и на языче. Да, оно, оно, оно есть, но понимаете, вот, что, что сейчас сложно, настолько большой поток и, и специально, вообще, что специально расшатывают вот эти вот структуры или рамки нашего, наших ценностей, я так шире назову, чем просто этические, что уже особенно молодые, да, и особенно вкупе с разрушенным, можно смело говорить, образованием, это абсолютно дезориентирует людей, он не знает уже, элементарно, что плохо, что хорошо, вот куда попадет по обстоятельствам, вот ему там кричат, что вот это хорошо, потому что то-то, то-то, человек может оправдать все, да, тем более, как бы там, где надо, нужные эксперты работают, подбираются, подгоняются, как бы, критерии, аргументы и так далее, и так далее, вот поэтому очень важно, так сказать, сколотить, я бы сказала, создать свой личный, внутренний, мощный, ценностный базис такой, да, а потом уже, потом уже это будет намного легче, вот, то есть опять-таки образование, работа над собой, открытость миру, да, критическое мышление, вот, абсолютная честность, я бы сказала, стремитесь к этой абсолютной честности, она, она очень сложно дается, и вообще такому человеку сложно жить, я сразу вам скажу, конечно, но результат конечный, просто великолепный, да, у нас в обществе, это нас везде окружает, у нас столько вот этих, знаете, мифологемы, полу таких вот тем, даже сегодня в нашем обществе, в тургизме, помимо политики, я даже о политике не говорю. Вопросы еще, пожалуйста, есть? Да, пожалуйста, представьтесь. Назира Умаровна, я здесь работаю, очень жаль, что вы попали в нашу антибище в тургизме, в тургизме, в тургизме. Мы раз очень, мы у вас уже в новом году только видели, как очень приятно, конечно. мы были на конференции по исламе. Да, мы были на конференции, очень замечательно. У меня такой вопрос, не менее однозная фигура противоречит достаточно вашего восприятия личностей, когда вы брали интервью Горбачева. Я, значит, с Горбачевым, я должна сказать, это было общее интервью, нас было несколько членов вот этой ассоциации, нас было, наверное, сейчас 7 или 8 журналистов, и мы все задавали по одному два вопроса. Но я все вопросы, мы договорились, что все вопросы соберем и сделаем, и вот это интервью появилось. Ну, как вам сказать, это был, по-моему, 2003 год, где-то так. И вот помните, как в это Денциапино, что ли, спросили итоги Великой Французской революции, которая там в 1793 была, да? А он говорит, аж еще рано судить, что только 200 лет прошло, мы знаем настоящих итогов, да? И вот, как бы, вот это вот все случилось в 89-90-е, а в 204-м как бы, вот я лично еще не совсем осознала, да? Я понимала, что что-то происходит, сама была участником, свидетелем в каком-то смысле этих событий в 89-90-м, потому что в Москве как раз училась, да? Вот. Но я не понимала той вот роли по-настоящему. И до сих пор, я думаю, мало, мы еще не определились, да? Или политологи, эксперты. Вот. Вот единственное, я сильно задумалась, когда, ну, казалось бы, известная такая личность, сам-то он отвечал, вы все его знаете, видели по телевидению, он очень так миролюбиво располагал, так хорошо отвечал, да? Мы задавали разные вопросы, и колхи в том числе, вот. но потом как-то встал вопрос, публиковать ли его, я там собралась книгу своих интервью публиковать, и мне очень хороший мой друг, ну, старше меня, очень, который вот тоже переживала вот это все падение, она сказала, вот это одиозное, да, примерно вот так она сказала, ни в коем случае нельзя его публиковать, он уничтожил страну, народы, столько плохого произошло, как бы, после. Я вот после этого стала так внимательно следить, смотреть, ну, как бы, следила и раньше, но, как бы, вот это до сих пор, вот этот опыт, конечно, это один из мощнейших исторических опытов, которые мы все с вами были свидетелями, участниками, пережили, да, вот, так что, действительно так, и я в книгу не буду, наверное, его включать, из-за этого, ну, не просто как отвергнуть, вот, но до того, как не пойму, как бы, роли точно, да, спасибо за вопрос. Еще вопросы есть? Скажите, пожалуйста, у меня тогда завершающий, может быть, да, вопрос, когда мы сказали о периоде Кали-Юги, сколько вы сказали протяженность? 800 тысяч. 800 тысяч, да, человечество должно прожить в этом состоянии, да? Да, 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 но там, знаете, что, я извиняюсь, прерываю, потому что я чувствую это, там много, об этом, конечно, говорится в индуистских текстах, может быть, я не знаю, Рухидин больше скажет еще бы, но там, по-моему, есть, оно, это же не просто, там все это как бы на научной основе, да, там говорится, что внутри есть 10 тысяч лет, когда людям дается шанс, и обобщают, да, так вот говорю, и мы как раз в этих 10 тысячах, это, наверное, важно было сказать. То есть мы можем изменить, да, мы можем изменить, и надо стремиться в эти 25% рыцарей света, да, чтобы изменить. Вот у меня вопрос как раз был об этом, возможно ли вот этот период перешагнуть, не проживая все эти осени? Как вы хотите. Или мы должны вот просто фатально смириться с тем, что нет, это временной отрезок, он должен быть пройден, человечество должно страдать. В индуизме это же так, вот так. Ну, вы знаете, если я тоже тут приготовила, хотела сравнить, так сказать, этические положения разных религий, которые в целом вы знаете, я думаю, ну, вот везде, вдруг в той или иной форме, вот эти положения, ну, просто по-другому, может быть, они звучат, или по-другому выглядят, да, они есть. Во всяком случае, они сводятся к тому, что мы не просто живем эту жизнь на этой земле, да, вот это наше, в этом теле, в этой материальной жизни, вот, это некая задача, некий, нам дана некая задача, хотите думайте от Бога, хотите думайте от природы, или просто, которую мы должны выполнить. Я бы сказала, некий нравственный алгоритм, да, то, что в индуизме называется еще дхарма, или свадхарма, вы много, наверное, слышали об этом, да, некий закон, который просто неотъемлемо в себя включает, не просто какие-то компоненты биологической нашей жизни, и вообще нашей историки, да, бытовой, там, родился, детство, проучился, семью завел, родил ребенка, там, вырастил, и так далее, и так далее, но абсолютно неотъемлемое наше, скажем, нравственное и этическое совершенствование, вот некий алгоритм, который в нас заложен, нам надо об этом не забывать, и его раскрывать. В эти 10 тысяч лет мы должны успеть... Как человечество, да, да, как человечество, да. Нет, вот если, если эти 10 тысяч мы не используем, считается будет апокалипсис, наоборот. Ну, то есть вот это самое, то, что называется апокалипсисом в библиистики, да, или конец света, а потом, в индуизме так, а потом снова, потом все исчезает, потом заново начинается цикличное зарождение жизни, там, и так далее. Да, 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 вот так. Да, Назиромару, у меня не столько вопросов, сколько предложений. Вы знаете, во-первых, Фунду Агаханову, этому проекту огромное спасибо. Очень жаль, что сегодня не пришли наши студенты, не слышали, просто они не ушли. Просто совсем недавно, на прошлой неделе, я слушала такую лекцию, я от которой отойти не могу, я просто в шоке была. Это был Адбер Кусавая. Вы, наверное, знаете, это с милософ, вы можете посмотреть на ютубе, и так далее. А сегодня, вот я послушала, чем мы, я думала, то, наверное, вот живем мы в этой жизни, да, и учитывая ту ситуацию, которая у нас сегодня существует, это коррупция, это власть имущих, тогда, ну, вот это все, все, что у нас есть, да, все негативное, да, а когда и кто возьмется за то, чтобы сегодня прививать, воспитывать, что духовное нравство, это выше, чем вор, который живет во дворце, и так далее, и так далее, пользуется всеми главами. Конечно, мы рутиной, и нужно ли на рутину все это тратить? Такие мозги, которые есть у Джамбли, или у Павловича, наверное, с какого времени, что нужен какой-то интеллектуальный круг, который не просто, а ради того, чтобы что-то сделать для Казахстана. Сегодня вы видите, что уровень опустился ближе к лимбусу, а по всем параметрам, посмотрите, как выживают учителя. Зарплата 5-6 тысяч, и при этом воры, на воре сидит, ворон погоняет, и бесконечная властная борьба, из-за того, чтобы и унитарно взяться, все закрыто в глаза и вначале поднимать экономику. Мы же думаем о том, что где будут жить наши дети, внуки, и так далее, и поэтому, я не знаю, мне кажется, что-то должно зародиться, это, наверное, не просто так, что здесь лекции вы читаете, и, наверное, еще интереснее будет лекции, если бы просто на интеллектуальных, ну, просто на обсуждение хотя бы актуальнейших вопросов, которые происходят в нашем обществе, и, ну, пусть на карантином библии, пусть на ведах, да, я думаю, что это будет обновляющий. Ну, нет, это должен быть широкий анализ, не только там на одну, иначе будет секта, да, но, вы знаете, такие движения, такие пожелания есть, и они очень сильные, я даже как-то вот в таком интеллектуальной, скажем так, дискуссии с Эмилем Джанго Розовичем и еще с Авидбеком Абдрасуловым, мы хотели даже создавать философский клуб с рядом друзей наших, которые здесь присутствуют, мы, в общем-то, хотим создать, то есть есть эти, я думаю, вообще, знаете, даже, чем рассказывать об отдельных инициативах, скажу, что сейчас в обществе это настолько назрело, это должно еще назреть, знаете, такое ощущение, что не можешь не делать. Точка кипения. такая, понимаете? И, по-моему, вот, примерно так, я вот чувствую, это, я не знаю, сложно мне объяснить, интуиция, что ли, какая-то некая своя, просто личная, что вот примерно с прошлого года или с прошлого, вот так вот, да, у нас это нарастает, я вижу вот по этим движениям в обществе и так далее. И почему нет, давайте создадим на базе вашего университета или вот Агаханфонд уже это делает, оказывается, они регулярные эти лекции, и так замечательно называются тоже. Мы можем создать, я готова от каждого предложения, можем отдельно. Спасибо. Спасибо за согласие сотрудничать с нами. На самом деле, действительно, наша площадка зародилась в 2017 году на базе, вот я уже повторюсь, КНУ, национальной университете, сейчас мы тихо передислоцировали сюда, в университете Рабаева. Я могу сказать, что очень интересные вопросы, проблемы освещаются на нашей площадке, потому что это касается этнопедагогики от Навсеновна, это касается вопросов гендера Розы Айтматова, это касается экологии Эмиль Шукуров, это медицина Эргин Джаманбаев, Эмиль Джумабаев, киноискусство. То есть, вот на самом деле, сегодня журналистика, я знаю, что это все обязательно, конечно, человек думающий, человек размышляющий, он, наверное, об этом говорит уже давно, и другое дело, спасибо нашему действительно проекту, наверное, и университету, партнеру, который дает площадку, и там, где мы можем просто еще озвучить, озвучить и обсудить уже в таком расширенном составе, там, где заинтересованы не только студенты, не только преподаватели, да, но и представители бизнес-структур, неправительственных организаций, в этом отношении хорошо услышать голос молодежи, и эти вопросы тоже, то есть радует, что оказывается, молодежь тоже об этом думает, размышляет об этом, да, спасибо огромное всем участникам, тем, кто нашел время, посидел, послушал, и я знаю, что многие из нас, наверное, не нашли ответов, но хотя бы уже начинаем еще дальше, глубже задумываться и говорить, слушайте, ну, как дальше жить, да, что должно в нашей жизни произойти, и как мы должны себя вести в таких вот разных ситуациях, когда встает выбор, и вот не обмануть и быть честным с собой, вот как вы сказали, действительно, вся ваша семья, я думаю, вот ваш папа, вы, вы показываете, вот пример вообще в Кыргызстане, вот скромно начали говорить, что, ну, вот на себе, на самом деле, не много таких семей, которые могли бы сказать, я честен перед собой в первую очередь, да, спасибо огромное вам, спасибо вам большое, меня зовут Ина, знаете, именно, такая журналистика, она будет другой, когда мы с нами будем, понимаете, мы сами позволяем, чтобы журналисты тоже были в городе коллеги, понимаете, и все это зависит от нас самих, от нас, от всех, и я очень хочу вас поблагодарить, что вы сейчас собирали на этой площадке и даете инкурс для нашего, для того, чтобы наше согнание начало быть на другом этапе, но мне хочется, чтобы это все было быстрее, чтобы сейчас было больше, и я думаю, здесь все присутствующие будут готовы даже поддерживать вас, поэтому я тоже готова поддерживать, потому что на самом деле ситуация сейчас очень-очень опасна для, вообще, для всего мира, не только для нашей страны, и то, что состояние наших детей на сегодняшний день, это в первую очередь, это бедствие, понимаете, сейчас нуждаются новые дети, и они просто не понимают, что происходит, на самом деле, почему взрослые так сильно тупят, извините, что учителя тупят, понимаете, и им очень-очень становится трудно, как вы задали много-очень вопрос, в советское время у нас четвертых классников никогда не с улицы пришли на сайте, у нас в советское время работала система, у нас были детские писатели, а вы сейчас видите детский писатель, что они сейчас пишут, очень мало, очень мало, и не приветствуют, единицы, я сама писатель, я являюсь членом завицы, но их вообще никто не приветствует, они бедные ходят, всех собирают, но я, к сожалению, не вижу, чтобы учителя или педагоги шли, допустим, брали детей, пойдетте, там идет, она хочет презентовать свою книгу, сказку свою, никто не идет, понимаете, а тот ребенок, который не читает сказки, не слушает сказки, он представляет, что струнет, их заменили вот дальше. Где у нас кукольные театры? Посмотрите, они пустуют, кукольные театры пустуют, это кто виноват, это не ребенок, но сами виноваты. А журналистам что остается писать? Что им остается писать? Если у нас ничего, он меняется, они могут писать о преступлении, они могут еще о чем-то писать, рассказывать об этом, что там-то произошло ДТП, там-то произошло убийство, здесь кого-то изнасиловали, или так далее. А потому что мы не показываем лучше, кто мы даже не надзорно обратить внимание, что я. Спасибо вам большое. Да, это очень актуально. Считается, что я буду ваших редакторов. Спасибо большое. На разе, да. Известная часть. Да, да. Очень спасибо вас, кто не зарегистрировался. Пожалуйста, все ваши контакты, потому что дальше рассылка в наших следующих. Спасибо. Всем привет. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok